Привет друзья, с вами Варчик. Вот сегодня 12 числа в 7 утра стартанул дополнительный этап боевого пропуска, 40 уровней, пройдя которые можно получить в награду премиумный танк новый, которого еще не было в игре, СХ, ПТК, ТВП 100. Чехословацкая премиумная ПТшка 8 левела с огромным пробитием ДПМ, точностью там сведением чем-то там еще, огромный ватный сарай который горит по КД как мы уже выяснили на стриме, судя по тому что приходили зрители и рассказывали как там оно горит у других стримеров. 270 пробитий окажется основным снарядом у этого ведра, что очередной раз повышает броню тяжелых танков на восьмом и не только уровне, можете наслаждаться. Это мы даже не говорим про то что у нее еще и голда есть. Очень нужный танчик в игре кстати, по-любому. Что-то я не припомню когда уже последний раз добавляли в игру танк который ничего не ломал. Итак у нас 40 уровней, каждый уровень у нас 50 очков боевого пропуска соответственно нам нужно 2000 очков чтобы пройти все эти 40 уровней. У нас там доступны ежедневные задания где можно 45 очков получить и в среднем за каждый бой мы будем с вами получать плюс-минус 5 очков боевого пропуска если будем хотя бы в топ-5 попадать по опыту каждый бой. Чтобы пройти боевой пропуск за 10 дней хотя на него дается 11 нужно 200 очков в день набивать. Получается нам нужно выполнить три ежедневных задания и в среднем в день играть примерно 15 боев если мы не совсем рукожоп. Это мои примерные подсчеты они не совсем точные да и смысла высчитывать точно не вижу никакого поскольку кто-то играет чуть лучше кто-то чуть хуже может кому-то понадобится там и 20 боев в день играть кому-то и 15 и хватит в общем и целом вы примерно поняли куда вы попали. Я не сказал бы что это сильно много но это нужно делать каждый день а здесь уже у меня есть претензия лично моя претензия к этому всему я уже давным-давно чуть ли не с первого марафона не люблю марафоны вообще ни разу не знаю кто их любит я точно нет да и в принципе таких людей я не встречал которым бы нравились марафоны единственный марафон который мне понравился это самый первый в котором я принимал участие это на из 6 где нужно было набить на каждой нации сколько-то опыта и все это засчиталось только от 6 уровня и выше это первый единственный марафон который мне понравился он был приятный спокойный нормальный который не ломал рандом все остальные марафоны были каждый раз все более упорты и каждый раз ломали рандом чем-либо плюс еще ко всему я для себя выяснил раз и навсегда что играть через силу много и каждый день в игру world of tanks лично для меня это не очень я от этого не получаю удовольствие я хочу играть в world of tanks по настроению через день там разочек часика 23 поиграл и все каждый день как с конвейера вставать как штык и играть в эту картоху мне лично не прикольно это не то бодрая веселая игра где ты на расслабончике получаешь кайф в ней нужно быть сосредоточенным внимательным и во первых должно быть желание играть хорошо чтобы ты зашел в игру отыграл и жопа не сгорела и ты получил от этого хоть какое-то удовольствие а когда ты через силу каждый день в это заходишь еще тебе надо сколько-то там определенное количество откатать у меня от этого уже удовольствия нет я не люблю марафоны от слова совсем так они еще и рандом ломают вот этот марафон на прям танк допустим чем он ломает хотя вернее сказать не марафон ломает рандом а боевой пропуск ломает рандом а марафон засунули так сказать интегрировали внутрь боевого пропуска и теперь они вместе дружно ломают балансировщик из-за которого рандом болеет это четвертая глава и в предыдущих трех главах на конце каждой какой-то танчик а вернее его 3d стиль у танков этого стиля повышенный лимит очков которые они могут набивать да и в целом за бой они чуть больше получают очков чем все остальные танки из-за чего люди на них чаще проходит боевой пропуск и во время того когда включен боевой пропуск мы видим в рандоме повышенное количество таких танков какие сейчас танки в боевом пропуске в первых трех главах леопард т110 е4 и кранваген если с леопардом и т110 е4 все понятно такими танками рандом сломать тяжеловато но когда в боевой пропуск добавляют танк который считается очень сильным имбовым и честно говоря он ломает игру своей башни непробиваемой до слабы игроки даже на нем умудряются играть плохо но вот более-менее вменяемые делают на нем жесткий результат и вот этих кранвагенов в рандоме целые кучи в ранговых боях мы уже наигрались в эти кранговые бои и в рандоме начинается то же самое опять когда появился этот боевой пропуск кранвагенов в рандоме стало очень много там по пять штук каждой команде теперь вот добавили четвертый этап и снова кранвагена в рандоме много я тоже поиграл сегодня на кранвагене на стриме на нем намного легче конечно проходить этот марафон четвертый этап боевого пропуска чем на каких-то других танках да и десятки частенько закидывала в топ а вот на каких-то там девятках и восьмерках вообще душно играется в такие моменты да и когда в бою будет по пять по шесть кранвагенов с каждой стороны я думаю что и на кранвагене будет не совсем весело что очередной раз нам показывает что баланса танков в игре особо не наблюдается балансировщик страдает от этих замечательных условий марафонов и боевых пропусков и под это все нужно подстраиваться на ходу еще попробуй найди место спокойно где тебе удастся нормально поиграть в этом перекошенном переломаном рандоме так тебе нужно еще и каждый день это делать еще определенное количество боев чтобы успеть пройти этот марафон если ты вообще хочешь его пройти если не хочешь ты можешь либо вообще не получать это все и не проходить либо закинуть 10000 голды и пройти 40 уровней и все и получить танк без стиля если еще нужен тебе 3d стильно этот танк то еще нужно боевой пропуск 4 главы улучшить что тоже там за 2000 голды делается либо просто взять и не играть это время да и все и вот короче мое мнение лучше ли этот марафон чем те что были я никаких улучшений не вижу как рандом переворачивала вверх дом от этих марафонов и боевых пропусков так она и продолжается неужели не очевидно что балансировщик очень нежный хрупкий и поддается очень сильно любым микро изменениям настолько сильно что рандом перекашивает в любую сторону но разработчики как специально делают все эти акции и какие-либо активности таким образом чтобы наводнить рандом какими-то танками уровнями и так все время делали и продолжает это делать хотя очевидно что балансировщик он сделан таким образом чтобы всех танков было много всех уровней всех классов техники и только тогда он будет собирать нормальные спокойные бои но как только что-то перекрашивает в какую-то сторону чего-то много чего-то мало он начинает собирать черти шо потому что ему все равно ему лишь бы быстрее закинуть в бой и еще один крупный минус который скорее всего для разработчиков плюс а для игроков минус боевой пропуск можно проходить начиная с шестого уровня и выше причем на шестом левеле лимит очков боевого пропуска на танке 100 чтобы пройти марафон и получить прем танк этот вам понадобится 20 танков шестого уровня не премиум нах на прям танках лимиты чуть побольше на седьмом левеле там лимиты еще больше на восьмом больше и так или иначе вам понадобится либо много шестерок либо там несколько восьмерок или пару десяток штуки 3 в общем и целом вы не пройдете на новом аккаунте этот марафон будучи новичком просто потому что у вас нету такого количества танков на аккаунте чтобы вам хватало этих лимитов на каждом танке чтобы перекрыть все эти 2000 очков которые нужны чтобы пройти 40 уровней вот и все а в прошлых марафонах вы это могли сделать если у вас есть хотя бы одна там шестерка какая-нибудь вы просто сели на нее и катаете свой опыт и все поскольку там были задания на усердие и задание на скилл садитесь на свое усердие и весь марафон на одном танчике можете кататься хоть укатайтесь этот марафон вы на одном танчике не проедете и на новый пустой аккаунт вы этот прям танк не получите бесплатно но с другой стороны для разрабов наверное это плюс поскольку вам придется две-три ветки выкачать на новом аккаунте чтобы пройти такой марафон пока вы будете проходить эти ветки качать вы на пути встретите кучу дисбалансных конченных танков которые захотите пройти за донат или хотя бы вывести их в топ для этого некоторые люди захотят задонатить или бросить игру и таким образом пройдя несколько веток вы уже возможно задонатите в игру и только потом вы будете допущены грубо говоря к прохождению этого марафона чтобы получить такой прям танк ну для игроков я считаю что это минус поскольку вот у меня создан новый аккаунт я на нем докачался до восьмого уровня а марафон я этот не могу вообще пройти никак абсолютно что по итогу я вижу улучшений марафона я не замечаю чтобы марафона прям танк стал лучше приятней я никаких улучшений не вижу и к этим отсутствующим улучшениям можно добавить еще и жирный минус новички не смогут проходить марафон также новички могут только в рефералке получить какие-то там бесплатные прям танки количество которых тоже порезали и их там стало меньше и нормальных танков там практически кот наплакал на низких уровнях особо той уже и в бой быстро не попадешь поскольку даже любители проходить рефералки они уже из игры улетучиваются в общем я против того чтобы игроки через силу накатывали бои еще и на протяжении 11 дней на мой взгляд это портит кайф от игры и только больше становится недовольных игроков поскольку играть много и через силу никакой кафе ты не получишь вот такое мое мнение пишите в комментариях что об этом думаете вы с вами был играть красиво всем пока а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok